Управление в Подоре. Еще коллеги подсказывают ответ на тот вопрос, что когда вы будете регистрироваться в Подоре, возможно там про аудит что-то будет спрашиваться. Если там спрашивается, то там нужно ответить на этот вопрос. В Подоре должны быть заегистрированы все. Может ли софинансированием быть деньги другой программы технической помощи, если это не деньги Европейского Союза, если не дублируются мероприятия? Да, могут. У нас нет никаких требований по поводу откуда эти деньги происходят. Главное, чтобы они не дублировались. Подтверждения от этой программы достаточно? Да. Мы всех попытаемся, мы всех никого не забудем. Ну, это техническое питание. Там подача заявки написана оригинал и копии. Это мастер-почта, что физически подается оригинал? Чи, если электронная почта, какая-то разница между оригиналом и копией? А там нет требований. Требований это должна быть оригинал, бумажный оригинал. По электронной почте мы не принимаем заявки в рамках этого конкурса. То есть это должно быть оригинал, и три копии, и электронная версия. На тот адрес, который там написан. Кроме у нас детская, или почта, или курьером занести. У меня таки два вопроса. Скажите, пожалуйста, если мы хотим заявить нашего партнера из ЕС, например, Нидерландов, то мы должны подавать или мы, как украинская организация, вказываем как партнеров? Чи это не имеет значения? Мы имеем партнера, который должен быть в Апликан. А это вам решать? То есть кто партнер? Ну, заявитель имеет большую роль, чем партнеры. Партнеры участвуют в каком-то компоненте проекта, например. То есть это вам решать, и вам принять решение, кто должен быть заявитель. И если этот проект будет спрямованный на деятельность, припустим, в трех областях, и на нашу співпрацю с местными органами влади, органы влади я так же заявляю как партнеров, правильно? Можете, но у нас никаких нету требований, и мы не можем вам никакие условия потом заставлять. Дякую. То есть дизайн проекта – это полностью ваша инициатива. Это доклад. Светлана Силамонова. Скажите, пожалуйста, вы говорили об обмене профессиональным опытом и о географии. География заканчивается только Евросоюзом, или можно вы поддерживаете сотрудничество с обменом опытом в США? Вы всегда можете обменять опыты с США, но я не думаю, что это будет финансировано под этот компонент. Я думаю, что всегда можно обменяться опытом из США тоже, но вряд ли эта деятельность может покрываться в рамках этого конкурса. Тамара Малякова. Вы сказали, что не могут подаваться на второй лот международной организации. А что имеется в виду? Что такое международная организация? Потому что есть понятие «у нас в стране одни, а международная – другие». Что это за организация? Наша организация зарегистрирована как международная, но это не ООН. Наша организация зарегистрирована в нашем Минюсте. и название Международная Благотворительная Организация. Отвечу вам, ссылка 6 здесь, тут указано, что имеется в виду в этом понимании Международной Организации. И если вы регистрируете в Украине, то вы это Украинская Организация, и это не зависит от того, как вы называете. Вот если вы посмотрите, здесь ссылка 6, тут написано, что Международная Организация, это международная межгосударственная организация, и перечислены примеры, и написано дальше, где можно полный исчерпывающий список их получить. Это, например, Организации Красного Креста, ПРООН, вот такие организации имеют. Скажите, пожалуйста, финансируются ли такие услуги, как исследование студии возможностей? Исследование, а потом что? Студия возможностей и похоже. В Лот 1, это может быть частью большого проекта, если это также включает, если это может быть частью организации, которая позволяет эти исследования или исследования. И это может быть связано с длительностью административных средств, или соединенных между государственными организациями и общественными организациями, или государственными. Эксклюзивно это не будет финансировано, если это часть большего проекта, то это может быть финансировано. Какие виды юридичных послуг Вы поддерживаете? Эксклюзивно это вопрос, что мы думали о легких средствах, что мы думали о легких средствах, или маленьких средствах, например, легких средствах, как и обеспечить средств от государства. Я думаю, что это то, что мы не считаем на этом этапе, это легкие средства, чтобы защищать гражданин в передаче правительства. Но если это часть большого проекта, то это может быть считаем. Что касается визначения термина административных послуг. Чи належит до значения этого термина надание государству безоплатной правовой помощи, не адвокатам, а именно государству, государственными органами? Мы думаем, что да, но Вы можете задать вопрос официально, а мы тогда официально Вам на него ответим тоже. Давайте мы возьмем сейчас вот эти четыре вопроса и потом перейдем к второй презентации. Вы, потом Вы, потом Вы и Вы. Вы, вот здесь вот. Вот здесь, да, перейти. Ну, я уже сказал. Если заявитель, орган местного самоуправления, большую сумму затрат во время создания центра административных услуг, подготовка помещения занимает. Какой процент от общего бюджета и какой процент от суммы софинансирования, если эти затраты допустимы, может составлять подготовка помещения? Ремонт, мебель, хлебника. Мы думаем, что, в принципе, это не прохитен, although I think the chances of receiving a grant are higher if the costs for a remont or whatever is needed as an infrastructure or works is lower because this is not really the intention of this call for proposals. It's, as you can see from the overall amount of money that is available, especially also for local services, for local authorities, it's only 300,000 euro. We would prefer not to finance larger infrastructure or renovation works. In that way, you mentioned globally the improvement of CSOs with the local authorities. Can the final beneficiaries be asylum seekers and refugees as well? The final beneficiaries can, of course, be asylum seekers as well, because what we have specified in the call for proposals that it does not have to be only citizens, but also non-citizens. But the action should take place in Ukraine. There is a question about the final beneficiaries. There is a question about the final beneficiaries. And how can they be able to find out those who are looking for the services? The answer is, they can. Because there is written, that the project on the day can be directed both as citizens, as citizens and as citizens of Ukraine. My name is Yarina. I have a question about the loss of the loan. If I don't understand correctly, we should look at 2, 3 or 3 in our plan, we have to be a selectable proposal. Do you have to have an paraillusion? If we compare two different laws, it should be separate proposals. Then. If we need a pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro, we should be a different plan. If our project on our plan is relevant to two lines, then what does this mean? Is that we should consider which components we have? Это означает, что у нас неправильно складена проектная пропозиция, что мы, возможно, не понимали. Если у нас проектирует двух лотов, активности следует от лот 1 и лот 2, то это означает, что мы должны рефокусировать или мы должны реврировать пропозицию? Или мы должны найти один, который имеет большую компоненту и применять его? Ну, в принципе, я бы, конечно, скажу, что вы написали, чтобы получить результат, и не для того, чтобы получить деньги, как это показано, в разных лотах, как это понятно. Но вы должны не рефокусировать ваш проект, но сделать правильное решение на где вы думаете это будет более эффективно и более реализованно, и где это комплиснее к объектам. И я думаю, что вы должны смотреть это от более формы точки зрения, потому что мы также будем формально осознать это, когда мы читаем все концепты, лотов и аппликации. Так. То есть наш совет в этом случае – это формально, в принципе, подойти к вопросу определения целей и задач и определить те, которые соответствуют компоненту чётче. И потому что мы тоже будем использовать формальные критерии для того, чтобы оценить, насколько определённый проект соответствует критериям, целям, задачам определённого лота. То есть переписывать не нужно, но нужно с формальной точки зрения соответствует критериям подойти и таким образом написать заявку. И еще одно краткое запитание. Нашей организации 16-ти роков. Чи будет это минусом для нас при конкурсах? Нашей организации 16-ти роков. Это может быть минусом для нас в любом случае. Никакой дискриминации у нас нет. Никакой дискриминации у нас нет. Вы и Вы. Да, два ещё вопроса. Олексей Коринний. Маю вопрос с поводу точного понимания релевантности в данной ситуации. Чи это только ответственность заданиям лота, или что еще? Но это вопрос в контексте каком? В контексте оценки проекта, или в контексте чума? В контексте терминологии, уже идут в Call of Proposals. Там было так, релевантность. А где згадывается слово релевантность? Зараз слышно, не назву стоянку. Просто, чтобы мне понять, лучше ответственность. The question was about the relevance. What is meant by relevance? And I asked, where did you see relevance? Because we use relevance in two parts here. One is, it's a big part of the concept node. Ми використовуємо релевантність в концепції проекту. Це значна частина концепції проекту. І другая частина, де ми використовуємо релевантность, це шкала оценки концепцій. І там є чотири підкритерії, які застосовуються. Тобто ви можете подивитися шкалу, і подивитися, які аспекти релевантності ми будем шукати в проекті, щоб дати йому певні бали. На російськом сказателі понятно? Прошу. І останній питання тут. Роман Янцович, хотілося б уточнити статус не партнерів, зокрема тих, які були в концепції, то есть в guidelines названі associates. Який їхній статус, яка їхня роль, що їм потрібно вказувати? Дякую. Тут є разниця між партнерами і цими ассоційованими участниками. Основна разниця в тому, що партнеры підписують соглашення партнерське, і партнеры мають право нести затрати по проекту. Тобто вони можуть дополняти, наприклад, якийсь компонент проекта, нести затрати, потім предоставлять свої документи, фінансовий отчет, і за счет її затрати будуть учитуватися, як затрати проекта. С ассоційованими участниками такого нет. Ассоційованими участниками принимають участие в проектной деятельності, наприклад, участвують в мероприятиях проекта, наприклад, їм можна оплатити проїзд на місто проведення мероприятия, але при цьому никакі їх расходи як організації не будуть засчитуватися як расходи проекта. Зробимо перерів сейчас і посмотрим втору презентацию.